Если вы готовы к любым изменениям, то срочно отправляйтесь в арт-галерею Метаморфоза. Бои местного значения. Мусорные распри в поселке Мальском. Когда риск становится работой. Уже месяц в Комсомольске-на-Амуре существует служба спасения. И, кроме этого, сплошная кислота. Не трогайте кнопки на вашем пульте. Оставайтесь с нами, потому что нам виднее. Это поселок Мальский. А это так называемая неправильная свалка. То есть она здесь есть, хотя ее быть не должно. Кто ее сотворил, мы еще узнаем. Лучше обратите внимание на этих школьников. Ради того, чтобы прийти сюда, они пожертвовали занятиями в школе. Причиной этому послужила экологическая акция, суть которой призвать людей к чистоте. О том, что школьникам придется свалку еще и убирать, некоторые не догадываются. Или вот эту свалку вы будете убирать? Вот эту? Вот эту? Нет. Да нет. Это не плавать дохода. А некоторые, горя энтузиазмом, думают иначе. Конечно, сами уберем. Надо убирать эти свалки. Свалки надо все убирать, чистить окружающую среду, и наш город пятна. Вот этими уборками мы приобщаем, потому что к труду, и вот особенно молодежь, которые маленькие, они с детства приучаются убирать за собой, следить за окружающей средой, потому что все это достанется им, им надо будет уже жить на этой земле. Все будут убирать здесь присутствующие, не будут они смотреть, раз сюда пришли. Просто я здесь живу, я не хочу жить возле помойки. Это наш город, мы должны его чистить как-то, убирать, помочь населению этим мусором, уже нельзя вечно дышать. Насколько целесообразные такие акции? Воспитывают их культуру. Я думаю, что мало кто из этих ребят, убрав не свой мусор, то есть не за собой даже, за чужим человеком, я думаю, что мало кто из них потом будет сам мусорить. Мы считаем, что такие маленькие вот крупицы, пусть небольшие акции, но они приносят свои плоды. У нас есть те школы, которые работают в экологических направлениях, они нас поддерживают, и мы рады, что у нас с каждым годом больше и больше. Помнится, подобные мероприятия, проводимые в школе, всегда вызывали у нас тоску. Но как только к нам в руки попадали веники, грабли, все проходило, но убирать помойки... А дети идут по собственному желанию или по принуждению? Ну, здесь трудно сказать. Это как отрабатывает школа, где воспитание, экологическое воспитание проведено через и воспитательную работу, и через учебный процесс. Там, конечно, дети понимают надобность и идут с охоты. Но дети понимают еще и кое-что другое. Скажите, вы пряжете сюда по собственному желанию? Ну, да, вообще-то. А мы от физики рассказывали. У нас физики и химии. Мы продолжали этому дню. Потому что у нас есть и поработать, и отдохнуть от физики, химии и других предметов. А вот тебе не обидно, что кто-то в мусоре, да, а ты убираешь? Нет, нисколько не обидно, потому что, ну, круговорот жизни. Вот животные же тоже, одни растут, а другие их едят. То же самое и здесь у людей. Ну, некоторые мусорят, а другие собирают вот этот весь мусор. Животные подчиняются естественным законам природы, а у нас представления о жизни другие. Мы подчиняемся обстоятельствам. Если один человек мусорит, то убирает другой. Больше некому. Но кто же мусорит? Задавшись этим вопросом, мы пошли в близлежащий частный сектор. Но почти никуда не достучались и не докричались. Или не хотели открывать, или действительно никого не было дома. Нашли только одного старика, который и выдал нам виновников. Я вам сейчас покажу, кто помойка там устроил. Я вот где помойка, у меня вон. Нам говорят, что эти спалки организовывают частный сектор. Ага, частные, а в гаражнике, в гаражнике. Иду за пакеты, посмотрю на дома. И пакеты кидали. Вы хотите сказать, что вы не причастны, да, к той спалки? Я туда не причастен. Доказательство этого бед проверил нас в огород и показал собственные мусорные ямы. Видимо, совесть у него чиста. Убедившись в этом, мы отправились на поиски злодеев-гаражников. Сейчас мы брали интервью у жителя, у старика одного в поселке. Он сказал, что этот мусор не они бросают, а бросают те, кто работает на гаражах. Нет, это неправда. На гаражах всегда проводятся субботники, так что порядок постоянно на гаражах. Я так считаю. А вы знаете, чей это мусор? А? Вот это, это частный сектор. Как хлам на мусорку, люди сваливали вину друг на друга. Истину нам открыли школьники, потому что через их руки, а точнее через их лопаты, прошло все содержимое свалки. Тут из гаражей и из домов, потому что тут есть, да, это, хозяйственный товар, там всякие, эти хлопосы, да, все в этом вроде, там, и колеса, шины также из гаражей. Кроме колес, где еще могут быть? Подождешь. Больше вот только из этих, из этих домов. Хоть они могут говорить, что отсюда не выбрасывают, хотя это вранье все. Ну, короче, виноваты обе. Да, обе стороны виноваты в этом. А убирают дети, потому что взрослые на это уже не способны. Наверное, так будет всегда. Скорее всего, опять это вот свалки, они опять придется такие же акции устраивать. Но опять будет новое поколение, они так же будут убирать, так же здесь будут собираться. Да, будет ту же самую историю. Возможность экологической катастрофы давно стала реальной, поэтому воспитание в этом ключе сейчас выходит на первый план. Но все-таки история имеет свойство повторяться. И каждый раз по-новому, после чего убеждаешься, насколько тесен мир. В августе я познакомилась с Александром Каревым, который выступал в ансамбле «За околицы» на празднике села в Кандоне. Уже в сентябре мы столкнулись с ним в солнечном. Бойкий казак превратился в фотографа. В общем-то, твоя выставка, да? Полностью? Не полностью. Половина на половину. Мы с одним моим военным другом, Димом Ганич. И я решил сделать фото-выставку на день поселка. И сюда решили отобрать фотографии разных жанров и, скажем так, с разных мест событий. Вот фотографии из похода по Амуту. Дальше серия «Петербург», потом идут закаты. Ну, несколько фотографий про сам поселок Солнечный. И дальше разные сюжетные фотографии и портреты. Саша говорит, что он любитель, а мне кажется, он профессионал. А из твоих фотографий, самые запомнившиеся у тебя какие? С которыми связано больше всего воспоминания? Это, наверное, портреты. Потому что это живое общение было с людьми. И как-то... Ну, то есть это... Ну, для меня самое важное, наверное. Ну, а вот ты фотографируешь людей, да, в каждом лице видишь, наверное, какой-то образ. Что для тебя именно человек? Ну, чтобы получился хороший портрет, я считаю, что нужно поймать в человеке его, как бы, сам смысл, как бы, образ этот весь, как бы, сложить в одно целое, как бы. Но в той секунде, в которой он сам даже не подозревает. Фотограф — это художник, который видит скрытое, который погружается в глубину наших душ и разгадывает их в одно мгновение, создавая образ, непонятный в своей простоте. Для тебя твоя работа, это фотография, фотоаппарат, что для тебя? Да, наверное, смысл жизни. Я бы хотел так до конца дней фотографировать, собственно. Какой-то... Ну, всегда загадка. То есть всегда идешь, и... Чтобы запечатлеть какой-то момент... Ну, это... Как сказать... Ладно. Каждый может это увидеть. Наверное, каждый, только просто из нашей жизни, как бы сказать, люди, может быть, не всегда хотят это замечать, а не замечают просто. Просто устают от каких-то обыденностей, там, не знаю, от суеты, вот это все. Люди со скоростью света проносятся мимо прекрасного, потому что им некогда. И только художник может остановить мгновение, чтобы мы, устав от суеты, тоже остановились и отдохнули душой. Какой-то нюанс, который, мне кажется, он должен заставить волновать зрителя. Ну, и он, если меня сейчас волнует, значит, он, может быть, волнует у кого-то еще. Самое удивительное, что основная работа у Александра далеко не творческая. Сразу не поверишь, что он майор. Вот ты в своей жизни, как бы, совмещаешь, да, три направления, там, или увлечения, хобби, профессии, не знаю. Ты военный, ты поешь и ты фотографируешь. Как это ты умудряешься все совмещать? Ну, это как-то происходит само собой. На службе это, конечно, не очень хорошо. То есть, это как бы немного мешает службе, если так сказать. С одной стороны только. Потому что я в любую свободную минуту думаю сразу о творчестве. Как начальство смотрит на твои увлечения? Ну, в принципе, поощряет. Ну, я говорю, такого активного поощрения, как бы, или такого, правда, как бы, знаете, ну... Они в этом не видят смысла какого-то. Просто на это нужно сначала посмотреть, оторваться от обыденности и пробудить в душе чувство прекрасного. Оно есть у каждого. Я вижу небо, в нем тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша. Вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной. И, кажется, звезды можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хлам из долг и старых позвать друзей. Но что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Кстати, работами Александра Карева заинтересовались и в Комсомольске. А где именно, вы узнаете прямо сейчас. А у Саши все в будущем. Веселые, но выдержанные в цвете. Каждая работа получает мудрыми пословицами. Все продумано до мелочей. Разные впечатления от двух работ под названием «Поцелуй». У Думашенко почувствовала пошлость. А у Быкова чувственность. Прелесть этого самого поцелуя. Попробуйте дать определение красоте, свободе и искусству. Нет. Лучше познакомьтесь с выставкой и почувствуйте это. Сегодня мы находимся в арт-галерее «Метаморфоза». Только что услышали впечатления людей, которые уже побывали здесь. Арт-галерее «Метаморфоза» открылась в марте 2001 года. В ее основании принимало участие немало людей. И художников, и просто ценителей искусства. Среди которых была Ольга Привалова, нынешний директор галереи. В настоящее время в штабе галереи всего два человека, которым приходится помимо своих профессиональных обязанностей выполнять и другую работу. Вплоть до того, что подготавливают и развешивают картины. Но арт-галерея активно сотрудничает с многими художниками, которые, как могут, помогают ей в подготовке выставок. Галерея изначально организовалась как центр межпрофессионального творческого общения. Поэтому у галереи очень много друзей. То есть это целый коллектив единомышленников. И среди них и музыканты, и артисты, и художники, и поэты, и вообще литераторы. То есть мы здесь проводим и лекции, помимо экскурсий. У нас здесь проходят поэтические вечера, у нас проходят вечера музыкальные. Более того, мы приглашаем действительно творческих людей активно себя реализовать. Метаморфоза далеко не первая организация в Комсомольске, которая представляет художественные выставки. Я была в художественном музее, на масляной выставке нашего художника. И это просто что-то другое. Это нельзя сравнивать. Я была на выставке, посвященной советскому периоду. Ну, конечно, очень отличается. Но эту выставку я вообще понимаю, эти картины. Но мне нравится. У нас существуют более привычные виды выставочных залов. Например, музеи, которые создавались где-то в конце XIX века, являются более традиционным видом организации культуры. Но что же тогда галерея? Галерея – это более подвижная структура. Именно галерея имеет право и показывает художников, которые не общепризнаны, например, которые абсолютно новые имена. А потом галерея имеет право иметь свое лицо в зависимости от того, кто работает в этой галерее. Необычно само название галереи – метаморфоза. Ведь оно должно как-то характеризовать ее. Но немногие знают, что же означает это слово. Ну, как я знаю, я не могу объяснить точно. Преобразование одно, одно в общем, а что-то другое. Более совершенное, более идеальное. Само слово метаморфоза обозначает превращение, изменение, трансформирование. Мы, во-первых, ориентируемся на искусство самое разное, отсюда идет это название. Потом мы ориентируемся на то, что, возможно, сама галерея будет как-то меняться. А как она будет меняться, мы еще не знаем. То есть, таким образом, мы как бы хотим показать, что мы не останавливаемся, мы не собираемся быть в неком таком статичном положении. Мы готовы к любым изменениям, к любым превращениям. А кто именно вот так вот изменяет и трансформирует эту галерею? Вы сами или это больше желание зрителей? Я хочу сказать, что вот мы работаем пять месяцев, но уже сами зрители из общения с ними, действительно, они начинают и менять наши представления, и толкать к каким-то новым формам работы с ними. А кто конкретно вообще готовит эти выставки? Кто отбирает картины? Ну, конкретно у нас есть свой план, по этому плану мы работаем. И отбор идет, лично мной идет работа, у нас активно работает Игорь Гробовский, у нас активно работает Лариса Плетнева, Геннадий Захаркин. Мы советуемся, и таким образом определяется высочный длительный телевизор. Последняя выставка, которую представила нашему городу арт-галерея Метаморфоза, привезена из Санкт-Петербурга. В нее входит 70 работ 10 художников, некоторые из них известны за пределами России. Сейчас у нас проходит Санкт-Петербургская выставка художников-графиков, у людей вызывают разные мнения, но самое главное мнение одно. Это крайне интересно, этого еще не видели, это видят впервые, очень много споров, очень много размышлений. Постмодернизм и так далее, странные понятия. То есть для меня это, ну, меня это шокирует пока. Выставка меня вообще-то покорила, потому что я ждала, что будет совсем не так. Я думала, что будет нечто более четкое, какие-то простые ломанные линии черные по белому. Я не думала, что вот это будет что-то, то, что я увидела. Мне нравится. Разные мнения складываются о выставке, но картины, представленные на ней, в сочетании с суетной обстановкой галереи, как-то притягивают к себе и завораживают, и заставляют забыть о времени. Человек приходит сюда на полчаса, а задерживается надолго. Повторений в метаморфозе вы не увидите никогда, потому что галерея имеет очень жесткий выставочный план, и нам, зрителям, остается только ждать новых выставок, в которых будут воплощены новые идеи и замыслы художников. Мы показываем, а вы смотрите, потому что отсюда видно все, и художников из Питера, и диджея из Комсомольска. Привет всем! Как и обещали, сегодня мы вам поведаем о еще одном составляющем культуры хип-хоп. Это диджеи. Диджеи — это аббревиатура, диск ЖК. Основная задача диджея — это совмещать музыкальные композиции, заставляя их звучать быстрее или медленнее, подбирать частоты, ударники, и, конечно же, доставлять удовольствие публике. Грубо говоря, у нас есть две вещи. То есть два своих бита со своей скоростью. То есть такой, и, допустим, вот такой. Они могут отличаться по скорости. Собственно говоря, уже приходим тогда к этим двум штукам, называемые вертушками. То есть в данном случае это обычный CD-плеер, отличающийся какими-то своими профессиональными приспособлениями, например, питч. То есть питч — это у нас регулятор скорости. Мы можем сделать либо быстрее, либо медленнее, и таким образом подобрать скорость. В первую очередь надо, чтобы две эти вещи были сведены по скорости. То есть чтобы удар А попадал в удар Б. В общем, можно сказать, что Джей — это человек, который управляет мелодиями, как Жакей Лошадьми. Вообще, как к тебе первый раз упали вертушки? Как ты о них узнал вообще? Узнал очень давно, когда, опять же, не берусь сказать, все это было очень давно. И когда они ко мне попали первый раз, благодаря приезду в наш город, Хабаровский, в Дежаке, в Братега и М, собственно говоря, тогда и произошло первое знакомство именно вживую, то есть на ощупь. А вообще диджеинг — это искусство или больше технический процесс? Безусловно, искусство, но и технический процесс, тут от него никуда не уйдешь. То есть это смесь искусства и технического процесса. Вообще, мечта каждого диджея, о какой площадке каждый диджей нормально мечтает? Я тебе не могу сказать, о чем мечтает каждый нормальный диджей. Есть же у кого-то вот какие-то площадки, на которых лучше работать? Площадки? То есть кому как, кому где нравится работать. Кому-то нравится работать, лишь бы было больше народу, да, его слушало. Кому-то нравится играть исключительно для избранной публики. А критерия в смысле нет? Там вот лучший звук на стадионе, там на какой-нибудь площадке открытый, закрытый там? Вообще, знаешь, главное, все определяет на самом деле публика, атмосфера, которая создается, в общем, в зале, да, или на улице, где бы это ни было. Остальное, по-моему, вообще не имеет никакого значения. Какое у тебя? Чтобы не... Ну, глупо, может быть, звучит. Чтобы у нас не было некачественной музыки, появилась масса русских коллективов, которые делают очень хорошую, качественную музыку. Но... Это можно говорить пока что только именно о электронной танцевальной музыке. Ну, почему же у диджеев есть свои позиции? Тем более, что на иностранных языках. Разве нельзя тебя назвать? Диджей Дима или диджей Саня? Ну, Саша Дим много, а диджея есть один. Тебя все знают, как Эйсит Ки. А вообще, вот твое настоящее имя? Алексей. Эйсит Ки, Алексей. Алексей Эйсит Ки. А почему вот Эйсит, еще и тем более Ки? Ну, Кей... Это, скажем так, я отдал дань патриотизму. И... То есть, если где-то что-то... Меня будут спрашивать в другом городе, что такое есть Кей, я буду гордо заявлять, что это Комсомольск оставил свой отпечаток. Как ты относишься к тому, что люди, вообще, знакомившиеся с тобой, видят в себе, во-первых, диджея Эйсит, а не вот классного парня по имени Леша? Ну, во-первых, кто сказал, что он классный? Ну, представим. Не знаю, я даже не могу сказать, как я к этому отношусь. То есть, я не зацикливаюсь на этом. Я думаю, все это вполне объяснимо и все понятно. И отношусь к этому очень спокойно. Может ты себя считать профессиональным диджеем? Ну, до профессионализма... Я могу сказать, у меня еще есть над чем работать, поэтому скорее нет, чем да. Нужно выработать свой стиль, оттачивать технику. То есть, как обычно, всегда есть над чем работать. Что нужно уметь, чтобы стать диджеем? Я думаю, тут уместнее спросить, что нужно иметь, чтобы стать диджеем. Во-первых, нужен слух, нужен музыкальный вкус. Хоть какой-то, хоть именно свой. А некоторые выдают безвкусицу за свой индивидуальный вкус. Чтобы он все-таки какой-то находил общие грани соприкосновения с окружающими, уважал вкусы окружающих людей. Плюс желание, стремление, безусловно. То есть, огромный, я бы даже сказал, фанатизм. Диджей Эйсет первый настоящий диджей комсомольский. Со всех остальных, кто работает на радио, называет себя так, есть другое, более подходящее слово, ведущий, задача которого общаться со слушателями через слово, в то время как диджей через музыку. Он должен угадать настроение публики, исходя из этого, удачно свести музыкальные композиции. Если вы отрывались на кислотной вечеринке, да, если вы себе сломали ногу, нет, если вы отступали пальцы в вертушку, не отчаивайтесь, к вам придут на помощь. Если бы готовить сувать. Немногие знают о том, что с 1 сентября начала функционировать такая организация, как служба спасения. Но у парней уже хватает работы. Они помогают людям в нестандартных бытовых ситуациях, в которых бессильны другие службы города, милиция и пожарные. Спасателей можно вызвать по телефону 4-54-13. Какими проблемами зачастую к вам обращаются ваши службы? В основном это бытовые проблемы, это закрывание дверей изнутри. В виде какого возраста обычно обращаются ваши службы? Где-то из 5 человек, человека 3, бабушки, пенсионного возраста. Службы городские, и милиция, и скорая обращаются к нам. Хотя службы спасения всего только месяц, но и за такое короткое время были необычные происшествия. Медали как два дня назад, тому спустя попала собака в кондиционный колодец, упала на 3 метра. Вот, ночью, причем это было, пришлось спускаться вниз, привязывать собаку к веревке, причем определенным методом, и поднимать ее из лекательского колодца. В общем, собака жива, здорова, звать у Гриши. Для того, чтобы справиться с любой возникшей ситуацией, спасателям необходимо огромное количество инструментов. Это снаряжение, которое они возят с собой постоянно, ведь неизвестно, что понадобится на вызове. Самое главное, начнем, то есть по приоритету, вот, веревки, веревки, альпинистские, беседка, альпинистская, две штуки, набор слесарных инструментов, набор слесарных инструментов, также присутствуют два ножа, которым очень удобно скрывать штапики с соком. Также есть кусачки, молоток, также есть электрооборудование. Вот посмотрите на разбитую кувалду, она вам сразу даст понять представление о себе. Сейчас в службе спасения работает 10 человек, которых отбирали по особым критериям. Мы набрали 20 человек на экспериментальном основе. для того, чтобы они в течение лета три месяца подготовка шла полным ходом у нас, прошли обучение, обучение из этих людей выявили наиболее пригодных людей для непосредственно этой службы. Как вы сюда попали? Я просто был знаком ранее с Валерием Вячеславовичем, просто получился такой момент, меня пригласили, ну я просто пошел с ним. И как раз попали на такой момент, когда началась вот эта подготовка. Что нужно для того, чтобы стать спасателем? На данный момент, я думаю, это пока невозможно. А изначально мы, когда попали с самого начала сюда, прошли определенную подготовку. У нас была пожарная подготовка. Потом у медиков нам читали лекции, то есть проходили также теорию. Подготовку. Да, подготовку. Потом у нас военные специалисты читали выживание в экстренных ситуациях, ориентирование на местности. Что нужно стать для этого? Я хотел бы в особенности это физические данные и в особенности требуется, что это находчивость. Находчивость. И, конечно, адаптация на находчивость или, наверное, да, природная, наверное, доброта, то есть желание помочь людям. В особенности и еще самое главное это проверка себя. Каждый раз, то есть, как бы случается какая-то ситуация, чрезвычайно люди бегут из этой ситуации, выходят, то есть естественное, что, как это называется, инстинкт, естественный инстинкт, то есть это убежать, уйти с этого места. А мы же, наоборот, стремимся оттуда для того, чтобы выручить тех, кто не смог уйти. Чтобы победить опасность, ей нужно подвернуться, нужно броситься в самый центр беды. Но часто бывает так, что спасатели подвергают себе риску только потому, что человек по невнимательности забыл или потерял ключи от квартиры. Чтобы туда попасть, парням проще скрыть дверь, но уступая просьбам хозяев, которым до боли жаль сломанных замков, спасатели идут на риск, работая на расстоянии нескольких метров над землей и проникая в квартиру через окно. Как вообще меняется ваша жизнь, когда каждый день подвергаешь свою жизнь риску? Ну, поначалу очень страшно, когда, допустим, были на тренировках на стройке дома с альпинистами. Было очень страшно поначалу, когда под тобой девять этажей, каждый раз, когда я переступаю через порог, через крышу дома или через корни с балкона, всегда становится страшно. Поначалу. Что вы получаете от своей работы? Я ничего не получаю. Кроме морального удовлетворения. Я работаю, занимаюсь этим для себя. В связи с террористическими действиями в мире служба спасения МЧС находится в состоянии повышенной готовности, поэтому и без того частые тренировки стали еще более интенсивными. На одну из таких тренировок мы поехали вместе со спасателями. Макс, что тебе больше подушит тренировки или сам рабочий процесс? Конечно, тренировки отличаются от рабочего процесса, поскольку здесь все-таки другие высоты и как-то здесь больше почувствуешь именно прелесть альпинизма вот этот промышленный. Больше как можно полазить, поспускаться, то есть в свое удовольствие. Когда это на работе, это совсем все по-другому смотрится. То есть там работаешь и ты не думаешь о собственных ощущениях. Твоя задача только выполнить твою поставленную задачу. Нам тоже захотелось почувствовать адреналин в крови и проверить работу спасателей на себе. На тренировках мы бы разыграли спасение при пожаре. В таких ситуациях людей ввязывают веревкой и просто сталкивают вниз. Нас упрашивать не пришлось, мы покорно полезли сами. Страха практически не было, потому что именно в этот момент стало понятно, что наша жизнь полностью в руках этих парней. Каждый спасатель знает выражение «Жизнь в правой руке». Все в порядке, пока он держит веревку. И если рука сорвется, но этого просто не произойдет. С вами был «Плюс-минус», а вы были в башне со шпилем. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...